Друзья, сегодня я вам расскажу о спутниковых тюнерах Т2 OP-Rosky, о модели OP-507 и о модели OP-407. Распакуем, посмотрим какая у них комплектация и подключим телевизор, посмотрим как они ловят каналы, как работают с YouTube и какие еще здесь есть сервисы. Итак, начнем мы с тюнера OP-Rosky OP-407. Такая коробочка, они есть разные модели, но мне кажется, разница между ними просто в форме тюнера. Открываем коробочку, внутри вот такая инструкция на русском языке. Как пользоваться, как подключать, вот видим, здесь русский язык есть, на второй странице здесь подробная инструкция, так что подключить будет несложно. Внутри есть вот такой блок питания, блок питания на, сейчас скажу, на 12 вольт 1 ампер. Очень хорошо, потому что выход в этого тюнера будет 12 вольт. Можно свободно подключать антенну, даже польскую сеточку, пускать из тюнера питание, и антенна будет работать. Также в комплекте идет вот такой кабель, в народе называемые тюльпаны. Вот такой удобный пультик. Еще в комплекте идут батарейки, что уже хорошо, мне надо докупать. И вот сам такой тюнер-рок. Такой упаковочке. Что здесь еще такое внутри? О, это гидроель против логи. Ну, очень хорошо. И вот такой тюнер-рок. Такой красивой формы. Здесь есть входы антенны, выходы антенны, HDMI. Выходы тюльпаны, блок питания. И вот спереди он такой. Вот видим, красивый. Вот такой тюнер-рок. Это модель носа OP407. Позже подключим к телевизору, посмотрим, как она работает. Так, вот такой. А теперь мы откроем вот такую коробочку. Это OP507. Здесь тоже такая комплектация. Вот пультик. Тоже есть тюльпаны. Вот такой блок питания. Так, что здесь еще есть? Инструкция. Тоже на русском языке. OP507, батарейки. Ну, и тюнер-рок. Вот такой, посмотрим. Вот видите, немножко у него другая форма. Сейчас возьму второй, чтобы сравнить. Вот. Вот видите, такие. Вот 407, 507. Ну, вот здесь закругление такое на 407, на 507, вот такое. Ну, USB разъем на 507 впереди. Вот. А на вот этом 407 сбоку. Ну, вот такие вот здесь дырочки для вентиляции. В этом 407 внизу от вентиляции. Ну, здесь тоже есть внизу. Так, сзади они идентичны. Вот. Здесь так. Вот. Вот этим тюнером можно подключать USB-антенну. Вот. Такой у меня RT7601. Можно там смотреть YouTube, MegaGo. Ну, сейчас посмотрим, подключим, посмотрим, как это все будет работать. Мне кажется, будут питания туда и туда подойдут. Ну, оно все идентично похоже. Ну, что. Идем подключать. Итак, подключаем мы первую модель ОПРОСКИ ОПИ-407. Ну, и вот выскакивает такое меню. Язык. Ну, выставляем украинский. Здесь есть русский. Страна Украина. Так. Ну, включаем. Дальше. Следующий пункт LSN. Ну, мы его включаем. И набираем следующий. Так, дальше. Питание антенны. Видим, сейчас написано 6%. Мы нажимаем включить. У меня наружная антенна. Вот. Так. Включаем питание. Включаем. Нажимаем начать поиск. Ну, сейчас посмотрим, как он отсканирует. Найдет что-нибудь или нет. Все. Мы сканирование провели. Вот. Уже каналы есть. Сейчас посмотрим. Есть. Отсканировала. Сейчас посмотрим. 64 канала. Это, наверное, с двух телевышек. Вот. Ну. Работает. Вот, видите. Все идет. Прекрасно. Сигнал пошел. Каналы работают. Так что, все хорошо. Вот. Видим сигнал. 100% выдала полностью максимальный сигнал. Вот. Вообще, прекрасный сигнал. Так, ну, вот, кстати. Посмотрим, какой в этих каналах до старого. Тоже видим. Вот. Сигнал очень сильный. 100%. Верхний я там под 90%. Ну, все. Мощнейший сигнал. Так, вот эти каналы. Тоже все идет. Вот. Так, дальше вот это. Ну, это уже. Тоже. Ну, в общем, это два канала пошли. Все. Вот. Посмотрим здесь. Тоже сигнал. Ну. Тюнера OP407. OP507. Меню одинаковое. Я думаю, нету смысла второго подключать. Будем смотреть и на этом. Я думаю, все нормально будет показывать. Вот. Все идет. Теперь немножко пройдемся по меню. Нажимаем кнопку меню. И вот переходим сюда. Это здесь можно редактировать. Каналы. Перемещать. Замки. Если, например, каналы повторяются, можно удалить. Оставить то, что работает. Дальше идем в меню. Это у нас настройка язык. Вот. Можно украинский, русский. Тайм-аут, прозрачность меню можно поставить. Например, 60% меню стоит такое прозрачное. 50, например, 30. Субтитры можно поставить английский, французский. Есть, есть русский язык. На субтитры 2 можно там. Сейчас посмотрим, есть ли украинский. Можно украинский поставить. Такого языка очень много. Можно поставить много языка и будет. Слабо слышащий можно. Первый язык там, ауди. Вот какие. Вот. Вот такое. Это персональные настройки. Следующее меню. Здесь есть таймеры, чтобы тюнер включался как будильник. Родительский контроль. Дату можно поставить. Ну, дата авто определяется через антенну. Конфигурация сети. Это, вот, можно подключить Wi-Fi настроить. Ну, сейчас мы это все посмотрим. Я думаю, наверное, мы сейчас и подключим Wi-Fi антенну. Посмотрим, что нужно еще делать. Антенка вот такая. Сейчас мы ее подключаем. Вот. Вот написано. USB адаптер установленный. Вот, к сети уже подключились. Сейчас посмотрим. Вот. Конфигурация сети. Ожидаем. Вот. Мы видим. Верхняя эта моя сеть. Подключилась все. Обновли. Обновление. Это можно по USB обновить. Какая здесь версия. Найти в интернете версию прошивки. Установить, что на этой модели, что на модели 507. Можно тоже обновляться. Вот версия у меня 6.09.18. Ну, это уже старенькая версия. Ну, какая есть, потом уже там на VIV. Так, вот это у нас есть настройки. Это настройки звука. Можно вот быть стрим, быть звуком. Ну, я PSM ставлю всегда. Формат можно выставить во весь экран. 16.09, например, если у вас телевизор. Ну, выбрать. Курейеры. Который больше всего нравится. Видео выходы. Здесь можно всякие тоже выставлять. Так. ТВ-формат. Разрешение видео. Ну, поставим такое. Но. Есть в такой формате. HD или нет. Пусть стоит. И вот медиа-центр. Это. Можно с флешкой смотреть. Фильмы, музыку, фотографии, видео. Скачивать всякое. У нас решение. Здесь есть HD каналы. Они идут в формате 720p. Там будет красивее. Потому что телевизор не поддерживает. Так. Еще подключив флешку, можно функция TimeShift. И записывать. Ставить там на паузу. И будут каналы записываться на пульте. Вот. Пульт. Вот эта кнопочка. Там паузу поставили. Включили. Там запись. И оно пишет автоматически. IPTV можно поставить лист. На это нужно тоже поставить. Скачать в формате M3U. Вроде. Файл из флешки. Вот. Зеленой кнопкой нажать input. И установятся IPTV листы. Можно смотреть каналы. Там можно или с фильмами IPTV листы. И все что-то. Дальше. У нас вот. Онлайн видео. Есть такой раздел. Сейчас нажимаем. И смотрим, что здесь. Так. Идет загрузка. И у нас здесь есть MegaGo и YouTube. Ну, сейчас посмотрим. Нажимаем MegaGo. Так. Ну, вот. Видим. Фильмы. Фильмы. Здесь MegaGo. Если, например, платные фильмы. Он вышел опять случайно. Но сейчас. Он работать не будет. Но. Сериалы идут. Ну, некоторые фильмы идут, конечно, бесплатные. Можно поиск искать. Так. Посмотрим. Вот мы видим. Ну, например. Пусть, ну, сериалы. Так. Все работает. Вот. Видим куча сватов. Оно. Как оно пойдет. Так. Включаем кнопкой ОК. Ну, что-то грузится. Сейчас посмотрим. О, пошел. Работает. Мегагол. Прекрасно. Поэтому. Как это и. Так что. Тюнер можно использовать и в качестве. Т2 приставки. Т2 антенны. И смотреть. Мегагол. Фильмы. Сериалы. Неплохая приставочка, конечно. Так. Посмотрим, как работает YouTube. Ну, прошивка старая, конечно, может и не работать. Надо будет обновляться. Ну. Сейчас посмотрим. Ну, что-то загрузилось. Так. Здесь популярные. Посмотрим. Вот первое видео, которое попалось. Что у нас тут? Что-то грузится. Вот пошло. Видим, работает YouTube. Прекрасно. Великолепно. Так что тюнерок хороший. Так что тюнерок хороший.